Ну, понятно, чего не хотелось бы, чего хотелось бы, это понятно по умолчанию. Холодная война обострилась совершенно вопреки тем тенденциям, которые еще вчера, еще недавно были, в общем, очевидны. И, в общем, сотрудничество, и комплименты взаимные, и как бы мирное сотрудничество, наметившись при всей, так сказать, изначальной по определению оппозиционности противостояния двух, так сказать, великих держав. Но то, что такой регресс, как и во многом другом, то, что такой откат назад, удивляет и расстраивает, и это не значит, что будет горячая война, и я думаю, надеюсь, что не будет, войны не будет, заверяю я вас. Другое дело, привлекают внимание и даже настораживают заявления тех, кого можно отнести, как бы, ну, не то, что там, к партии войны, но к нашим ястребам, которые докладывают вообще о технической неготовности, вопреки, так сказать, паритету, балансу сил, о технической неготовности нашей к войне. Что, кстати, можно предположить, но во что верить не хочется. Поэтому жить категориями подготовки к войне, ох, как не хочется. Но вообще многое, вот что не вопрос по большой глобальной какой-то теме, то убеждаешься, что как много в 21 веке, когда, казалось бы, в эру мобильной связи, живи и радуйся, такой, так сказать, техноген со знаком плюс. Столько такой регресс и в стране, и в международных отношениях. В общем, просто, может быть, это действительно примета века или проклятие. Вот почему нам сигналы из космоса, ребята. Ребята, космос уже реагирует на нас.